Здарова ребята! Спустя месяц тестирования Apple выпускает наконец-таки iOS 16.5 Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, здесь самые быстрые и самые оперативные новости из мира Apple, ссылочка в описании Поддержка iOS 16.5 начинается с iPhone 8 и выше, и также с E2 и выше Также Apple выпустил iPadOS 16.5, macOS 13.4, watchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod OS 16.5 Размер обновления iOS 16.5 на iPhone 13 Pro Max составляет 760 МБ Размер обновления зависит от того, какое устройство вы используете и на какой версии iOS вы находитесь в текущий момент Ну а теперь давайте смотреть, что же нового в этой версии iOS Сейчас сделаю маленькую поправку, я установил себе регион США для того, чтобы показать те функции, которые были добавлены Потому что часть из них, большинство в России, к сожалению, недоступны В приложении новости появился абсолютно новый раздел, который называется спорт Опять же, повторюсь, в России, к сожалению, он пока не работает Но если вы живете в той стране, где этот сервис активен, то здесь появилась вкладка сортировка по видам спорта Соответственно, вы можете выбирать тот вид спорта, который вам нравится и следить за новостями Также переходите в приложение Apple TV и смотреть эти события в прямом эфире Если вы перейдете в режим добавления новых обоин, то у вас появится абсолютно новая вкладка, которая называется Pride Здесь добавлены две вот такие симпатичные обои, особенно мне нравится вот эта Мне нравится анимация, когда вы разблокируете свое устройство К сожалению, в России она пока недоступна Для того, чтобы ее можно было установить, заходите в настройки Основные языки регион и меняйте регион на США У вас iPhone перезагрузится и станут доступны приложения News и вот эта вот новая обоина Что касается еще новых функций, вы сможете теперь обновлять свое устройство Даже если у вас меньше 50% Раньше для того, чтобы установить обновление iOS, нам нужно, чтобы наш телефон был заряжен от 50% и выше Теперь эту отметку понизили до 20% С этим обновлением Apple поменяла то, как мы будем с вами получать бета-версии Теперь бета-профили нам абсолютно не нужны Дойдите в настройки «Основные обновления ПО» и у вас откроется вот такая вот вкладка Обязательно нажмите «Выкол», чтобы не получать бета-версии Но либо получайте бета-версии «Девелопер» для разработчиков, либо публичные бета-версии Я рекомендую оставаться на финальных, на релизных версиях iOS Также приложение Shazam было обновлено до поддержки Apple Music Classic Соответственно, если вы Shazam-ите музыку классическую, то она это понимает и кидает вас в Apple Music Classic И вы там уже добавляете себе на устройство Опять же, это поддерживается, к сожалению, в тех странах, где поддерживается Apple Music Classic Также в Apple Music появился абсолютно новый раздел, который называется «Set List» В России он доступен, на мое удивление Это треки, которые будут представлены на концерте того или иного артиста Сейчас это Ed Sherian А вчера я слушал «Set List» от Blink 182 Обязательно зайдите в раздел «Слушать», промотайте до середины И у вас здесь будут «Set List» этих артистов В релизноуте было указано, что они поправили баг со спотлайтом и со выездом клавиатуры Но я могу сказать так, что сейчас, да, он работает нормально Но когда я начинал тестить эту версию прошивки, то баг у меня остался Но сейчас вы видите, что все нормально Поиску находит все то, что нужно Соответственно, вроде как поправили Но в то же время, опять же повторюсь, в начале использования этой версии у меня этот баг возникал Также была поправлена работа CarPlay В предыдущей версии могли не загружаться ваши подкасты В этой версии iOS они не поправили баг с уведомлениями Они все так же заторможенно появляются на нашем локскрине Но есть у меня мысль, что в iOS 17 они это поправят Казалось бы, такая мелочь, как рваны уведомления У меня не старое устройство iPhone 13 Pro Max Своего рода флагман Тем не менее, такие простые ошибки на Apple позволяет себе в финальных версиях iOS Если мы зайдем на сайт Apple касаемо обновления системы безопасности То здесь мы не увидим никакого упоминания касаемо iOS 16.5 Последнее, что мы видим, это iOS 16.4.1 Но я думаю, что спустя день-два здесь обязательно появятся те ошибки безопасности Которые Apple исправила в этой версии операционной системы Производительность устройства iPhone 13 Pro Max на iOS 16.5 На мой взгляд, очень хорошая Телефон за то время, пока я использую его на этой прошивке, не греется Все работает стабильно Никаких лагов, ну разве что уведомления на нем я не заметил Все работает достаточно стабильно На мой взгляд, точно так же, как и на iOS 16.4.1 Давайте посмотрим на тесты Geekbench У нас на прошлой прошивке было в сингл-коре 1735 Сейчас 1737 Очень маленькие изменения Ну и в мультикоре у нас стало 4778 А было 4895 Чуть-чуть производительность просела Но опять же, не критично Я думаю, что вы не заметите в процессе использования это абсолютно точно Исходя из того, что у нас было с вами в бета-версиях Я склонен предположить, что зарядка лучше, либо хуже держать не будет Она будет держать на уровне iOS 16.4.1 Но опять же, нужно подождать несколько дней Дня 2-3, чтобы посмотреть, как iPhone будет себя вести И обязательно напишите в комментариях, как держит у вас ваш iPhone Стоит ли сейчас устанавливать iOS 16.5? Это вопрос достаточно интересный Я снимал конкретное видео по этому поводу В котором я объяснял, почему iOS 16.5 Интересное и важное обновление Особенно для старых устройств Обязательно посмотрите Ссылочку я оставлю iOS 16.5 не приносит очень много каких-то изменений Здесь в основном идет упор на работу под капотом Для оптимизации работы вашего устройства Тем не менее, я считаю это достаточно хорошей и стабильной системой И рекомендую ее к установке для всех актуальных устройств Но обязательно посмотрите мое видео Про которое я вам уже сегодня говорил На канал обязательно подпишитесь, если еще не подписаны У нас тут много всего интересного Дальше больше Всем здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok